всем привет от оксаны из алабамы сегодня я вас приглашаю на нашу работу покажу вам какие моменты установку двери как мы ее покупали как сергей с ней выдрыгался сколько стоит двери в америке кому интересно оставайтесь на канале нужно купить дверь серега и приехали я конечно за рулем поскольку у него вольная рука цены на двери вот самые дешевые семьдесят один доллар стоят буду просто показывать не буду комментировать что я косяк фрейм назван тут двери значит с фреймом продается без замков замок надо тоже покупать нам нужна дверь без косяка определенной конфигурации тут я не вижу нам нужно 29 шести панельная с экспендент вот такого типа серёга а ты куда ушел здесь все вынчих вот 28 30 то есть дверь без косяка можно купить за 25 27 долларов но плюс у нас 10 процентов налог в каждом штате разные налог на покупку и поэтому уже там сам 10 процентов добавляешь нас в мобили в центре город 10 процентов за городом восемь здесь такие просто прямые двери без всяких панелей есть двери которые называются пакет-дор пакет это карман пакет-дор это которая вставляется и она выдвигается то есть выдвигается изнутри видите здесь как бы картинка на так подвигается пакет-дор иван есть и за 80 долларов есть за 129 за 150 то есть чтобы симпатичнее будет подороже сергей а нашла у нас вот они по 29 по 30 долларов но у нас 29 здесь 28 ничего и я записал на бумажке 29 38 28 28 пойдет тот фрейм или 30 ничего будем брать там было 29 34 29 не пойдет а тридцатка и главное я уже я тут посмотрела вот есть 30 36 18 я вообще цифры 29 нигде не вижу то есть как к там какая-то нестандартная дверь что ли стоит по 25 баксов такие простые сплошные и мне даже нет ну дырки и куда замок вставлять типа сам порезай будем брать на 30 будем брать на 30 тебе придется ее резать да ну все ну давай я помогу тебе сейчас доставать я подумала вам будет интересно посмотреть но туалет в этом строительном магазине home дипа обратите внимание на кафе до потолка кабинка есть вот большая для инвалидов памперсы менять привет от оксаны из алабама вот так не хухры-мухры да и так в магазине вот покажу вам эту квитанцию он сергей себе карандаши взял эти они по 18 центов все четыре цены карандаши дверь 30 долларов 90 центов замок 1592 то есть как пол двери замок стоит то есть ручка вот это вот все потом он взял себе потом он взял себе диски для его болгарки грайндера и joint tape это не знаю как драйвл тейп так по английски знаю по русски не знаю покажу доллар 98 видите нам насчитали 55 доллара 31 цент и сэйл стакс пять пятьдесят три шестьдесят долларов восемьдесят один цент за установку двери замка мы попросили сто нет подожди это двести пятьдесят попросили и получается мы потратили меньше 100 долларов на материал надо же разбитый унитаз отбить эй вот в в автор в Продолжение следует... 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 сарафанное радио работает конкретно вот меня передают как вот как красное знамя вот свои богатые и говорят что с них с ними можно они они доверяют и дома никогда никого нет не смотрит украдете вы что-то или нет потому что они знают вот этим русским этим можно доверять и они никогда дома не находятся очень редко бывает что кто-то дома потому что обычно люди работают или если это пустой дом и надо его меня у меня бизнес я же не буду я не знаю суббота воскресенье работать суббота воскресенье только в офисе у нас бывает так что он работает суббота воскресенье но нибудь тогда он берет выходные среди недели потому что офис например какой-то красить делать да у нас скоро будет как простые дни бухгалтера засниму вам офис бухгалтера крутого американского нашего знакомого суббота воскресенье когда я сказал красить только выходные когда никого нет меня это лучше лучше выходные в общем вот такие дела так что ручку него побаливает сейчас она болит или кто-то она вообще не болит она не болит когда начинаешь что-то просто она не работает вверх иногда у тебя простреливает обезболивающий он не пьет каждый день да я вообще их не пью да они на тебя не работал тромодол прописано на него не работал мы другие препараты не стали просить никаких врачей вот его препарат шоколадка вот это мой сергей бросил пить ромбиски которые вы видели других роликах пиво завязал у нас есть полусладкое вино в холодильнике когда я говорила в предыдущих роликах что я сижу пью компот я как раз вино пила я думала кто-то угадает что что ты это в это кроме компота угадали угадали придется виски покупать вот почему такие дела так что все нормально все путем прорвемся конечно на то чтобы закончить когда больше уходит времени мы теряем деньги скажем так и мы больше платим помощнику который нихрена не умеет его надо учить но сейчас возвращается другая помощница и все будет лучше но самое главное что мы не подводим и не подставляем людей мы не подставляем клиентов и он не раскисает многие люди в его ситуации валялись бы стонали вот но носки я тебе неделю одевала и купала это пришел наш младший сын смотрите как учить американского ребенка который не хочет учить русский язык ваня хочешь шоколадку и скажи да так чтобы так вот руки сделай вот так поставьте свои алкогольные безалкогольные напитки шампуни крема мы сейчас будем заряжать скажи заряжаем вас на хорошее настроение здание здоровье удачу мы вас любим до новых встреч а теперь скажи пожалуйста мама дай шоколадку вот так вот попробуем вот а просто нет ну как ты его накажешь за такого а смотри иди иди братанам дай уявляю оксана приходите что мне нравится фу ё-моё прическу моей старушкой стала я умею перевоплощать он любит когда я закалываю волос так это отрезать да нет это все посмотри пожалуйста чью хорошо наняли сейчас себе мы сейчас старый помощник выходит и сейчас еще одного парня взял парнем этого сергей учил как гипсокартон резать этот парень не умеет как но она нам покинуть к вагу мы стали как тебе трудно левой рукой учиться работать виси мадефакер скрус блять эври блять коннер скрус блять висит полщик или усики не призвали будет хорошо все будет хорошо все будет хорошо я это знаю знаю хорошо все будет хорошо ой чувствую я девки загуляю ой загуляю ой загуляю труба ой а Продолжение следует...